Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе, простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Друзья, сегодня хотелось бы поговорить на довольно любопытную тему. Кто-нибудь сравнивал свои показателями с индексами, с индексом Мосбиржи, с, скажем так, средней температурой по российскому рынку? Вот я решил сравнить, сопоставить, но мне кажется, это очень показательно с той точки зрения, насколько эффективны ваши инвестиции, потому что индекс Мосбиржи показывает средний рост или падение всей российской экономики. Ну а, соответственно, наша задача, как инвесторов, пытаться обогнать этот индекс, ну и инвестировать более эффективно. Ну и давайте глянем, насколько мне это удается. Я был приятно удивлен результатами. Ну давайте, друзья, начнем с месячного графика. Вот так вот выглядит график индекса за последний месяц. Мы видим, что он в таком около нулевом результате, небольшой плюс 0,87% на текущий момент. И теперь сравним этот результат с показателями по моему портфелю в брокере открытия. Напомню, что вообще у меня три брокерских счета. На счете в открытии у меня российские активы, и также у меня есть два брокерских счета в Тинькофф. На ИС у меня американские акции, на обычном брокерском счете в фонды. Но этих портфелей мы касаться не будем. Давайте сегодня разбираться только с Россией. Тут у меня в активах 463 401 рубль. И давайте переходим на финансовый результат. И мы видим, что за 30 дней мой портфель прибавил 6,62%. То есть я более чем на 5%, на 6 даже почти процентов обогнал индекс Мосбиржи, и мой бумажный доход за этот период составил плюс 30 тысяч рублей. Идем дальше и выставляем следующий интервал. График индекса Мосбиржи за последние три месяца. За три месяца индекс в плюсе на 9,77%. Давайте посмотрим, что у меня. Переключаем финансовый результат на три месяца. И мы видим, что за этот период у меня плюс 13,15% и плюс 57 549 рублей. Таким образом я обгоняю индекс более чем на 3%. Идем дальше. Следующий наш диапазон это полгода. И за полгода Мосбиржа в минусе на 12,42%. И теперь мой результат минус 3,78 и минус 16 302 рубля мой бумажный убыток. Таким образом я результативнее Мосбиржи примерно на 9%. Ну и наконец годовой результат. Мосбиржа в небольшом минусе, минус 0,48, ну практически около нуля. Ну и теперь переключаем мою годовую доходность. И у меня за год получается плюс 5,5% и плюс 16 тысяч бумажный доход. Таким образом я за год обогнал индекс Мосбиржи примерно на 6%. Да, друзья, возможно это не самый выдающийся результат, если рассматривать с точки зрения доходности вообще. Но давайте не забывать, что примерно вот здесь вот у нас начался тяжелейший коронавирусный кризис, который продолжался до середины марта. И потом пошло восстановление, которое по моему портфелю значительно быстрее случилось, чем по российскому рынку в целом. Почему так происходит? Потому что я в своем портфеле стараюсь подбирать определенные активы, которые на мой взгляд растут лучше, чем российские индексы. Ну и получается, что делаю я это довольно эффективно, хочется так думать. Напомню, что в моем портфеле есть. Это Финекс акции компании США на 57 тысяч рублей. Золотодобывающая компания Полюс на 52 тысячи, которую я активно продвигал на моем канале в разгар кризиса. Ну и Полюс действительно здорово меня выручил за этот период. Акции АФК-система, акции Ленэнерго, очень я верю в энергетику. Акции ОГК-2, это тоже энергетика. Яндекс, который в последнее время вообще очень здорово прибавляет и дает мне хороший прирост. Облигации АФК-система, Полиметалл, это тоже золотодобывающая компания. Сбербанк, Детский мир, Префы Сбербанка. Мосбиржа, на которую я совсем недавно поставил и добавил ее в своем портфеле. Примерно тысяч на 10 увеличил. Мне кажется, Мосбиржа выстрелит. Норникель, ну здесь, конечно, сложно, да? Вопрос сложный, как говорится. Лукойл, Газпром, я их недавно сильно сократил. И не исключаю, что буду еще уменьшать процентов на 30. Не нравится мне, как они себя ведут. Ну вот, просто надеюсь, сейчас дивиденды по ним получить июльские. И, возможно, буду с ними прощаться. МТС, Россети, Юнипро, Интеррау. Ну и на пробу на небольшую сумму закуплена FXWO. Это ETF FINEX на акции глобального рынка. Посмотрите, друзья, аналогичным образом, обгоняете ли вы индекс Мосбиржи. Ну, здесь я размышляю так. Так, если удается этот индекс обогнать, соответственно, что-то, наверное, в инвестициях, какое-то понимание имеется. Ну и, возможно, тогда стоит продолжать этим заниматься именно по акциям. Если индекс Мосбиржи обгонять не получается, то тогда, наверное, лучше инвестировать через фонды, ETF. Ну, то есть, через какие-то усредненные инструменты. Но я пока продолжу комбинировать в своем портфеле разные продукты. Ну, поскольку, мне кажется, плюс 6% относительно роста индекса. Это очень даже неплохо. Но, во всяком случае, можно сказать, что дело у меня идет. Все, друзья. Всем, кому это все любопытно, подписывайтесь на мой канал. Буду вам рассказывать о том, как я инвестирую, как я выбираю активы, чем я руководствуюсь. Ну, и просто делиться своими соображениями, небольшим, но, тем не менее, уже каким-то приобретенным опытом. Ну, и буду учиться вместе с вами. Друзья, если не трудно, лайк за это видео. Ну, и подписывайтесь на мой канал. Будем учиться вместе. Хорошего дня. Пока-пока.